Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Очень сильно расстроило маму и молодого человека. Ну, здесь нужно сказать сразу то, что расстроить своим поведением вы в принципе можете кого угодно и это обычное явление, что вы расстраиваете кого-то из близких вам людей. Это нормально. И мама, и молодой человек, в принципе, если они люди взрослые, адекватные, зрелые, они понимают, что у вас есть своя жизнь, у вас есть какие-то свои желания, какие-то свои потребности, могут быть, которые вы пытаетесь удовлетворить. И если это им никак не вредит, то, что вы пытаетесь удовлетворить своей потребности, например, курите тоже, если им это никак не вредит, а только, грубо говоря, влияет на их какое-то, знаете, на какое-то ощущение, на их собственное ощущение, на их амбиции может быть влиять. Вот. Вот, если так, то это поведение, ну, далеко не самое лучшее, далеко не самое правильное. И, как бы, обращать внимание на то, что вы расстраиваете людей вот так, ну, мягко говоря, не стоит. Потому что, как бы, если они расстраиваются из-за этого, значит, расстроились бы из-за чего угодно. и это просто лишь вопрос времени, когда они расстроились бы из-за того, что вы делаете. Вот. То есть, подобные вещи нужно понимать и, по возможности, четко отдавать себе в этом отношение, что вот, ну, что есть вот такая ситуация, есть такой нюанс. Мама узнала, что я курю. Из-за этого они разводятся с учевым и, скорее всего, мне запретят общаться с молодым человеком. Вам не кажется, что вы довольно много вещей мешаете в одну кучу. То есть, мама узнала, что вы курите. Курить. Курить – это ваш выбор. Ваш выбор. Почему вы курите – это уже вопрос другой. Но это ваш выбор курить. Вы курите за чей счет? За свой? Или за мамой? Если за мамой счет, то да. Это не очень хорошо. И все, что вам нужно, это, наверное, все-таки постараться перестать курить за счет мамы. Если вы и курили за свой счет, то вообще непонятно, какое отношение к этому имеет мама. Да, ей может быть неприятно, но то, что ей неприятно, никак не имеет отношения к вам. Это я вам говорю со всех сторон. Вот просто с какой стороны на это не посмотреть. И я рекомендую вам только клич как следует подумать о том, почему мама так это задевает, что вы курите. Еще раз повторю, если вы хотите понять, почему вы курите сами, из-за шивуха, это вопрос отдельный. Дальше. Из-за этого вы говорите, она разводится с сучим. Ну, я полагаю, что вы период на этом говорите. Вот. На полном серьезе вы утверждаете, что она из-за этого разводит в сучим. И вот давайте просто вам задам вопрос. Вот. Как вы думаете, может ли крепкая, любящая пара которая, которой по идее является вашей мамой и отчим, развалится из-за того, что вы курите. Ну вот, серьезно. если вот положить руку на как вы считаете. И ответ на прощу это сам саповый. Не из-за этого они разводятся. У них проблемы были. Может быть, что мама узнала, это стало их катализатором. но она не могла не узнать. Она узнала бы в любом случае. Ваша ошибка в том, что вы это скрывали. Вот. Скрывать это было не нужно. потому что, как правило, ну вот, кто скрывает, тот и априори более виноватым считает. Вот. Соответственно, если вы скрывали, значит, вы себе, да, что-то не принимали. Вот. И вот только все в том, чтобы вы постарались понять, что именно вы себе не принимаете, да, вот. Почему вы не принимали в себе тот факт, что курите, например. То есть, получается, что вы и в жизни в себе не принимаете какие-то вещи. и собственно это может быть одна из причин, по которым вы курите. Но еще раз повторю, мама разводится с отчимом не из-за того, что вы узнала, что вы курите. не из-за этого. Если она обвиняет вас в этом, это немножко, это одно дело. Если говорить по факту, то пиази нет никакой. Абсолютно. Дальше идем. так, скорее всего нам запретят общаться с молодым человеком. Здесь какая связь? Почему запретят общаться с молодым человеком? Если мама разводится с отчимом, то вы должны перестать общаться с молодым человеком? или как? Где связь? На основе чего? На основании чего вам могут запретить общаться с молодым человеком? как может кто-либо вообще вам что-либо запретить? Это тоже постарайтесь подумать, об этом постарайтесь подумать. Как кто-то может вам что-то запретить? Реально. Ну кто вообще вправе вам что-то запрещать? Если вы не делаете только что-то плохого и противозаконного. Ну как? Понимаете? Вот это есть у вас сознание. Вот это запрет, что вам могут запретить общаться. Вам могут запретить общаться только потому, что вы этому позволите случиться. Ну извините. А здесь нужно сказать так, что за свое счастье нужно бороться. В любом случае. Вот. Нужно бороться за свое счастье. Да. За него нужно бороться. А вы говорите, что вот запретят. Никто не может запретить. Это ваша личная жизнь. Если вы позволите запретить, да. А почему вы можете позволить запретить вам общаться с молодым человеком. Разграничите ответственность за свою жизнь и за другим людям. Покажите где границы их ответственности. Так. Молодой человек говорит, что если я курить не брошу, то он от меня уйдет. Но это манипуляция. Возникает вопрос о том, насколько молодой человек вас принимает, принимает, насколько у вас адекватные отношения между друг другом. А насколько вы принимаете, понимаете друг друга. И так далее. То есть это очень важно. А сколько у вас здоровые и взрослые отношения. Потому что пока исходя из того, что вы сказали, я не могу сделать выводы, что у вас очень здоровые отношения друг к другу. Потому что молодой человек говорит вам, если вы не бросите курить, он вас бросит. Он вас принял? Как? Принял вас? Курящий. Скажем так. Что это за новости такие? Нужен ли вам такой молодой человек, который вами пытается манипулировать? Опять же вопрос, почему вы и позволяете манипулировать собой? для чего вам это нужно? Какую цель именно вы преследуете? Вот. То есть, ну, совершенно очевидно, что вам это для чего-то нужно. Вот. Вы пытаетесь с помощью этого, с помощью позволения людям вами манипулировать, например, вы пытаетесь чего-то достичь, вы пытаетесь чего-то добиться, в обратном чего. Вот таким образом вы всегда будете в зависимости от других людей вам это нужно? Или вы все-таки как бы будете свободную линию выдвигать поведение? Значит, во-первых, подумайте над всеми этими вопросами, которые я озвучил. И что делать, вы поймете. с вами поговорите, отделите одного от другого, не позволяйте ей залезать в ваши границы, тебе не позволяйте в ее границы залезать. С молодым человеком поговорите, выясните его отношение к вам и к курению, почему он перестал вдруг принимать вас курящей. Но вообще у меня такое ощущение, что вы чего-то не договариваете, что насчет курения есть какой-то пунктик, о котором вы не говорите. То есть, ну, видимо, есть у людей мотив так сказать. Может быть, не знаю, особый вред вам от курения, или отношение людей к курению. Бывают так, люди, которые принципиально курение не примут. Или, может быть, ваше обещание, вы не будете этого делать. Или что-то еще. Даже видно, что картина не полная. Чтобы вам помочь, нужна более полная картина. Поэтому, если ситуацию рассматривать под таким углом, то рекомендую вам выбрать эксперта и с ним уже разобрать более подробно то, что с вами происходит. Тогда можно дать вам более конкретные и детальные рекомендации. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился самый ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.